Среди православия Обновленческое движение представляло собой три ветви Три ветви в нем прослеживались в целом в обновленчестве Как они назывались? Живая церковь, Древлеапостольская церковь Буква Л обычно стоит, когда говорят об этой ветви Не Древне, а Древле Древлеапостольская церковь И церковь Возрождение, Третья ветвь В каждой ветви были свои лидеры Но были такие личности, которые практически объединяли все три Стояли во главе трех ветвей Одной из таких личностей был Вот этот человек Это Александр Веденский Здесь он в парадном облачении У него такое лицо Кавказской национальности Это была личность такая незаурядная Он закончил Петербургский университет Исторический факультет Закончил Петербургскую консерваторию И духовную академию Академия, консерватория и университет Солидное образование смог получить А когда он стал служителем церкви Его осенили такие реформаторские идеи Как изменить православие С той целью, чтобы в церковь пошла интеллигенция Как обеспечить приток интеллигенции в церковь Это один из мотивов его деяния был Ну и в целом, что он хотел реформировать православную церковь У него появились сторонники, единомышленники Таким образом была разработана программа Программа обновления русского православия Программа обновления Из чего оно состояло? Что планировалось сделать? Перевести богослужение на современный русский язык Совершать причастие в прямом общении Сейчас мы объясним Обычно во время православного богослужения Когда подходит момент причастия То духовенство причащается за алтарем В особом секторе А прихожан причащают в общем зале Введенский предлагал, чтобы все вместе Прочищались В знак такого братского, апостольского Общения, чтобы не было дистанции Между прихожанами и духовенством Увеличить вес проповеди В богослужении Долю проповеди увеличить Обычно проповедь в православном богослужении Это как некое дополнение Как приложение Как предаток к богослужению Минут 10 Примерно священник должен проповедовать Введенский предложил, чтобы проповедь Чаще, больше и дольше произносились Во время богослужения Духовные требы совершать бесплатно Помните, еще и стрегольники в XIV веке С такой программой выступали О бесплатном совершении духовных треб Активное участие мирян в церковной жизни Простые облачения для священников Перейти на простые облачения Чтобы священники не были похожи на царей Вот эти все положения Они, в общем-то, соответствуют библейским идеалам Апостольским Сейчас многие православные историки Тоже вспоминают обновленческое движение Но с каким подходом? Они стараются его показать, преподать Вот с другой стороны Чтобы особого интереса У мыслящих людей Вот такая попытка не вызывала Обычно сразу Мажут отрицательной краской обновленческое движение Каким образом? А вот, мол, эти обновленцы Они стали тесно сотрудничать с советской властью Обычно, когда речь заходит об обновленчестве Сразу вот этот аргумент приводят Обновленчество Это не от Бога Это какое-то искажение Потому что они шли на поводу советской власти А о программе реформ Молчок Почти ничего Вот об этих пунктах Об этих положениях Только обвинения Вот в таком плане И замалчивание того К чему они стремились Конечно Были факты Были попытки Найти гармонию с советской властью У обновленцев У Веденского И у других Тоже Но тогда ведь Многие были увлечены идеями социализма И Проханов тоже был увлечен В какой-то мере Он думал, что можно социализм развивать На его ангельской основе Такая была эпоха Такая атмосфера Была Потому что этого отрицать нельзя Чтобы были какие-то попытки Выйти на На то, чтобы было Взаимопонимание какое-то между новой властью И церковью И церковными лидерами Но говоря об этом Нельзя замалчивать И вот эту программу Которая была радикальной По сути дела Евангельская Новозаветная Почему мы об этом вспомнили Потому что На данный процесс Который в православии происходили Обратили внимание Лидеры евангельских церквей Да, в первую очередь Проханов Как наиболее такой Оперативный, динамичный, чуткий Лидер Который хотел использовать Многие ситуации Чтобы Развернуть Евангельское служение Миссионерское Проханов стал налаживать контакты С представителями Обновленческого движения Но не с Введенским А с другим лидером Обновленцев Это был Антонин Буква Н На конце Обычно В книгах В учебниках Искажают Вместо Буквы Н Пишут И краткое Антоний Ну не Антоний А Антонин Грановский Антонин Грановский Возглавлял Церковь Возрождения Он был основным Лидером Третьей ветви Обновленчества Церковь Возрождения Образовательный ресурс Видеосеминарий ТВС Это ваши пожертвования Мудро вложенные В христианское образование Поддержите наш проект Молитвой И финансами Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте 3wtvseminari.com Итак, вторым лидером Обновленческого движения Был Антонин Грановский Это Известный ученый Библеист В отличие от других Православных Служителей Грановский Занимался Основательно Исследованием Священного Писания Библеистикой Он написал Научный труд По Книге Пророка Варуха Это Не Каноническая Книга Как вы знаете Но Исследование Это было Проведено Блестящим Образом И Труд Грановского Получил Даже Известность В Зарубежных Странах Когда начались Эти новые Вернии В православии То Грановский С радостью Поддержал Начинание Других Обновленцев Выразил Полное Согласие С тем Что православная Церковь Должна Обновиться Измениться Должна Служба Литургия Он даже Написал Новую Литургию Более Упрощенную Более упрощенный Вариант Литургии Более короткий Естественно На Современном Русском Языке Она Должна Была Совершаться Шпраханов С ним Познакомился Свел Такое Близкое Знакомство Несколько Раз Они Встречались Проханов Приезжал К нему В монастырь Он Жил При Одном Монастыре Они Проводили Такие Долгие Собеседования По поводу Текущего Текущих Событий На библейские Темы Тоже Когда Проханов Приходил В келью К Антонину Грановскому Он увидел Что на его Книжной полке Лежат Гусли Сборник Духовных Песен Проханов То есть Грановский Заметил Что Проханов Бросает Взгляд На Эту Книжечку Он Взял Ее В руки И Сказал Что Из этой Книги Я Черпаю Для себя Много Наставлений Что Много Духовного Ободрений Лично Для себя Я Нахожу И И Когда Устраивались Такие Публичные Встречи И Грановскому Приходили Записки С вопросом А как Вы Считаете Какая Конфессия Или Какая Группа Верующих Стоит Ближе Всего К Апостольской Вере Грановский Отвечал Это Течение Евангельских Верующих Иванских Христиан Православный Священник Такого Ранга Отвечал Таким Образом Эти Вот Ветви Обновленческие Часто Устраивали Большие Съезды Большие Конференции На Которые Приглашался И Проханов Проханова Посылали Приглашение Тоже Участвовать В съездах Православного Духовенства Проханов Выступал С докладами На данных Съездах После доклада К нему подходили Подходил Православный Люд Подходили Православные Священники Спрашивали Адреса Где проводят Свои Собрания Гиванельские Христиане Баптисты А некоторые Священники Возмущались Другие Там Громко Третьи Там Не Очень Что Это Такое Творится Что В нашем Королевстве Председатель Сектантского Движения Выступает На съезде Православного Духовенства Как Как Могли Такое Допустить Несмотря На Такое Разноголосиство Проханову Все Удавалось Там Озвучивать Свои Идеи Свои Программы А в это Время Проханов Подготовил Одно Воззвание Одно Среди Православных Евангельский Клич Проханов Там Объясняет Что Такое Евангельское Движение Каковы Его Истоки Он Говорит Там О том Что Поддерживает Стремление Православной Церкви К Обновлению И Желает Чтобы Обновление Было Евангельским На Евангельской Основе Клич Этот Произвел Определенное Влияние Какие-то Круги Были Согласны Какие-то Враждебно Отнеслись К этому Обращению Другие Просто Раздумывали Но Как бы то ни было Проханов Тоже Бы оказался В эпицентре Вот этих Процессов Которые Происходили В среде Православия Не все Из числа Баптистов Иванских Христиан Одобряли Вот эти Шаги Проханова Баптисты Обижались На Проханова За то Что он Мало Меньше Времени Уделяет Для Решения Внутри Союзных Вопросов Там Взаимоотношения Иванских Христиан Иванских Шишек Шишек Падало На голову Троханова Много Всяческого Непонимания Какова Была Дальнейшая Судьба Обновленчества В России Оно Постепенно Стало Сходить На нет В конце Двадцатых Годов В начале Тридцатых Часть Обновленцев Стали Опять Возвращаться Словно Традиционной Православной Церкви Но И советская Власть Тоже В какой-то Мере Поспособствовала Тому Чтобы Это Движение Стало Глохнуть Большевики В какое-то Время Даже Поддерживали Это Движение Но Поддерживали Большевикам Конечно Нравилось Что Лидеры Там Не прочь Сотрудничать В какой-то Мере Советской Властью И Они Думали Вот таким Образом Воздействовать На все И на Другие Церковные Круги Ну а Потом Как Стали Выступать Такие Большевистские Лидеры Как Бухарин Что Для нас Мол Является Враждебной Любая Церковь Любая Религия И Те Которые Там Лояльно К нам Относятся Это Тоже Наши Враги Наши Идейные Идеологические Враги И те Кто Совсем Не приняли Советскую Власть У нас Мол Отношения Должны Быть Одинаковые Что У них Другая Идеология Бог Библия На первом Месте Все Все По сути Дел Являются Нашим Противником Никакая Конфессия Никакое Движение Духовно Религиозное Нам Невыгодное И потому Мол Партия Большевиков Должна Бороться Со Всеми Какую Там Позицию Они Не Занимали Ну И потом Большевики Поняли Уловили Среди них Были Такие Тонкие Идеологи Если Церковь Будет В резервации Это одно Дело Пусть Она Там Нерегистрированная Пусть Она Там Против Советской Власти Но Это Вот Какой Замкнутый Кружок Группа Подпольная Их Влияние На Общество Минимальное А Если Церковь Пытается Выходить В Какие Общественные Сферы Там Регистрируется Какие Акции Там Предпринимает Ищет Какое Взаимопонимание Приемлемый Компромисс С новой Властью Эта Церковь Даже Может быть Более Опасной Чем Подпольной Церкви Потому Как Она Выходит На Арену Общественной Жизни У нее Есть Возможность Контактировать С разным Слоем Народа И Она Будет Проталкивать Свои Идеи Более Активно И Всесторонне Большевики Это тоже Поняли Им Это было Невыгодно Музык 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 Продолжение следует...